Встретились две подруги, и одна спрашивает вторую. Яна, кто подбил тебе глаз, вторая отвечает. Наша старая корова. Она имела обыкновение хлестать меня хвостом по лицу, и поэтому я решил привязать к нему кирпич. Сын пишет письмо, дорогая мама. У меня родился сын, у жены не было молока, его кормила негритянка, и он почернел. Мать ему отвечает. Дорогой сын, когда ты родился, у меня тоже не было молока, тебя вскормила корова, но рога у тебя выросли только на 33 году жизни. Сидят муж с женой за столом, и жена говорит мужу. Дорогой, глянь-ка в окно, что это за чудак в нашем саду. Муж отвечает. Во-первых, это не чудак, а корова, а во-вторых, это не окно, а зеркало. Сидит ворона на ветке, и видит, что на дерево пытается залезть корова. Ворона и спрашивает. Корова, что на дерево лезешь? Корова отвечает. Яблочек хочу поесть. Ворона удивлена. Так это же береза. Корова в ответ. Так они у меня с собой. Купил мужик корову на ярмарке, а потом и спрашивает у хозяина. И сколько же ваша корова дает молока? Хозяин отвечает. Да много, но беда в том, что во время доения она брыкается. Тогда мужик, улыбаясь, говорит. Ну, да это не беда. Корову будет доить жена. Три часа ночи. Простоквашина. Шарик стучится в дверь и кричит. Вставайте быстрее, корова матроскина котят родила. Кот даже не открывая глаза отвечает. Что разорался, это моя корова, что хочу, то и делаю. Петр заходит к Василию и говорит. Васька, как тебе удается сделать так, чтобы твоя корова по 15 литров в день давала? Васька молчит. Петр тогда еще спрашивает. Вот я ее прошу ласково, но больше 5 литров нет. Ну скажи, Васька, как тебе это удается? В ответ от Васи слышит. Ну, захожу я к ней и говорю. Ну, что буренка, сегодня молоко или говядина. Городская девочка первый раз приехала в деревню к бабушке. Целый день играла во дворе. Вечером спрашивает бабушку. А почему котенок маленький, а уже с усами? Корова большая, а ходит без лифчика. Один ковбой спрашивает у другого. Билл, как понять круговорот веществ в природе? Как бы это тебе объяснить попроще? Ну, к примеру, едем мы по прерии, а тут индейцы. Бабах. Я ускакал, а ты упал, убили тебя. Там, где упал, трава выросла. Траву ту бизон съел, а потом сделал вот такую кучу. Еду я мимо этой кучи и говорю. Привет, дружище Джо. А ты совсем не изменился.